Друзья, привет! С вами клан Графин и я Владимир. У нас уже был ролик, посвященный начинающим самогонщикам, как поставить сахарную брагу, а сегодня я покажу, как ее осветлить и снять с осадка. Пойдемте со мной. Ну что ж, друзья, вот наша бочка с брагой, ту, которую я записывал в предыдущем ролике, конечно, та уже брага уже третий раз стоит, потому что время ушло и некогда ждать, но тем не менее, вот в этой бочке, я напомню, находится 50 литров воды, 12 килограмм сахара и вот такие, вот такая пачка вот таких дрожжей, S48, очень хорошие дрожжи, хорошо выгуливают, хорошо выгуливают. Итак, эта брага простояла 7 дней. Прошу обратить внимание на ее, так сказать, внешний вид. Как видите, она стала прозрачной, сама осела и ее можно сливать. Значит, что я хочу сказать по отношению осветления браги. На каждом углу все торговцы бентонитовой глины говорят о том, что брагу надо осветлять. Прошу обратить ваше внимание на эту брагу, которая простояла 7 дней. Сейчас немножко солью, чтобы было понятно. Вот, кстати, видите, у меня краник, ну сейчас немножко забегаю вперед, просто хочу показать чистоту. Смотрите, ну немножко мутновато, но тем не менее, еще 2-3 дня она вообще будет прозрачная. То есть, никакой бентонитовой глины для сахарной браги не надо. Зачем тратить лишние просто деньги, выбрасывать на ветер? Поверьте мне, что качество от этого конечного продукта вообще никакое. Я поначалу тоже пробовал, я покупал бентонитовую глину, я засыпал, я осветлял. Поверьте мне, разницы никакой нет. Еще возникали вопросы по поводу сроков. Я скажу так, что сахарная брага может стоять и месяц, и даже два. И она не прокиснет, и ничего не будет. Если она уже отгуляла, ничего не будет. Вот, вот такой конечный продукт. Если вы еще подержите день-два, она будет еще прозрачнее. Все остальное село у меня на дно. Я не зря вам в предыдущем ролике показывал, что у меня вот здесь краник, на этой высоте. Сейчас я солью эту брагу и увидите, что осадок весь останется внизу. Итак, еще раз про осветление. То есть, осветлять брагу ничем не надо. Она сама осветляется, со временем, через 7-10 дней она будет вот такой прозрачной, замечательной, готовой к употреблению. Дальше, я не зря показывал, что вот здесь вот на бочке краник. То есть, мы хотели подставлять ведро, вот прям раз и ведро начали сливать. Сливайте спокойненько эту брагу в ведро и из ведра в куб. Но, так как у меня куб занят сейчас, а бочка чтобы не простаивала, то мы делаем следующую операцию. Я просто беру вот такую бочку. Кеги из-под пива очень удобно, 30 литров. И спокойненько сливаю туда эту брагу. То есть, все 50 литров я сейчас солью по разным бутылкам. И мы сейчас остановим, а что потом останется, я вам покажу. Ну что ж, я все слил. Как видите, бочка пустая. Здесь осталось совсем чуть-чуть, я наклонился, слил все, что можно было. Здесь остался только такой уже непосредственно плотный осадок. В общей сложности здесь грамм двести, наверное, жидкости браги. Конечно, кто-то, если захочет, может слить в узкую банку и подождать этот осадок. Я раньше так и делал, но, если честно, этой экономии не стоит никакого внимания. Я его сейчас вымою, опять засыплю с сахаром, опять брошу все дрожжи, и он дальше будет работать. Пока у меня освободится бак, я не перегоню то, что перелил. Я в первом ролике про брагу забыл рассказать про кратность. Дело в том, что кратность моего куба равна как раз двум кратностям этого бака. Или, вернее, наоборот, этот бак равен двум кратности моего куба. То есть, я 56 литров готовы браги, перегоняю на два раза. Так как куба у меня 37 литров, то я заливаю туда в среднем 28-30 литров. То есть, половину. Одну залил, потом вторую. И из двух, то есть, перегоняю средств и две порции сырца, потом заливаю в бак и как раз уже перегоняю непосредственно двукратный, уже непосредственно, ну, чистый спирт в двукратной перегонке. Поэтому кратность бочки в идеале должна быть как бы двукратная кратность вашего перегонного куба. В общем, как-то так, друзья. Одним словом, хороших вам погонов, ни голову, ни хвостов. Всем пока.